Российский любимый мультик «Карлсон», который живет на крыше. Потому что Карлсон открытый, веселый, добрый. Самое главное, детям помогает, детей любит. И приходит в трудную минуту, обещает, точнее уходит, но обещает вернуться. Карлсон, который живет на крыше. Просто квашный. Он напоминает мне о детстве. Знаете, весь этот вайп, вот, елка, санки, как она пришла к ним, к своей семье, несмотря ни на что, несмотря на работу. Это очень здорово. Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла. Чебурашка мой любимый мультик. Он про доброту, про заботу. Поэтому остается любимым. Слушай, Гена, давай я вещи понесу, а ты возьми меня. Это ты здорово придумал. С детства как-то привелось, что, ну, погоди, мой любимый мультик на самом деле. Сейчас вот интерпретация совершенно другая. И вот моему ребенку тоже не нравится. Ему нравятся именно советские, ну, погоди, вот эти вот приколы. Очень, мне кажется, есть чему поучиться. Волк и заяц. Я на нем выросла, дети мои выросли. Ну, я вырос, уже дети были. Дети выросли. И мне очень нравилось, когда мне сын от души смеялся. Друг хороший только тот, это всем известно. Кто друзьям своим не лжет, поступай честно. Любимый мультик «Ну, погоди, наверное». Не знаю, просто нравится. Просто квашина. Потому что добрый очень. Для детей он очень хороший. Говорил я самоходнику, купи себе маленький. А он что? Что он? Малыш Карлсон. Почему он любимый? Потому что там есть крылатые фразы, которые актуальны сейчас. Например, делать житейское. Или там мужчин в полном расцвете сил. А когда этот расцвет, говорит, наступает? Ну, не будем об этом, да? Но ведь я же еще и талантливый.